Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город. Программа 7 минут». Сегодня у нас в гостях Николай Мальцев, директор издания «Комсомольская правда». Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Рад вас видеть. Николай, комсомолка регулярно реализует какие-то интересные проекты. Что же на этот раз, ребята, у вас получилось? Сегодня я пришел к вам не с пустыми руками. 25 августа в продаже появится сразу пять новых коллекций от «Комсомольской правда», книжных коллекций, потому что за последние годы, с 2010-го, издательский дом «Комсомольская правда» зарекомендовал себя и как книжное издательство. Проекты, которые комсомолка реализовала, это и великие художники, и музеи мира, и великие поэты, и композиторы, некоторые из них разошлись колоссальными тиражами, достойными включения их в книгу рекордов Гиннесса. Секреты книжных коллекций «Комсомольской правда» всегда в наилучшем соотношении цены и качества на рынке. То есть оптимальное полиграфическое качество, оптимальный контент предлагается за низкие деньги, которые позволяют приобретать эти книги простым гражданам дешевле, чем цены в книжных магазинах. Вот достигается такая низкая себестоимость за счет большого тиража. Здесь для нашего региона это где-то несколько тысяч экземпляров составит на каждое из данных коллекций. Вот если это может показаться, что это мало, нет, это на самом деле очень много для региона, потому что времена советские, когда у нас каждый был читателем, они уже остались в прошлом, а сейчас тенденция и мода на книге, она набирает новый оборот, пока только чуть-чуть, но есть к этому все перспективы, к прогрессу, потому что люди на определенном этапе начинают задумываться, книги, которые они скачивают из интернета, правильно ли это? То, что они просто-напросто забирают себе чьи-то творения, не оплачивая их. И я знаю людей, я знаю молодежь, которые уже понимают, что если я покупаю книгу, я покупаю какие-то знания, информацию, и за эту информацию я готов, я должен платить. Я, собственно говоря, поступаю точно так же в жизни, я люблю книги. Ну, давайте сейчас расскажем конкретно, хотя бы какой-то пример, да? Вот возьмем вот эту книгу «Таежный тупик». Расскажите, о чем она? Как раз вы взяли ту книгу, которая будет распространяться только по подписке, в редакции «Комсомольской правды». Это книга, собрание сочинений, вернее, Василия Пескова, замечательного корреспондента «Комсомольской правды», многолетнего корреспондента «Комсомольской правды», человека, который искренне любил природу, настоящего русского натуралиста, который изъездил всю нашу страну вдоль и поперек, и обладателя невероятного литературного таланта, который позволил ему вот нашу природу, которая вроде бы где-то привычна русскому человеку, но описать в таких красках, в таких чертах, которые воспринимаются каждый раз, как нечто новое, как экзотика. Это достаточно открыть книгу и почитать любую из коллекций, которая составляет всего книг 30. И, соответственно, здесь люди могут увидеть, наши читатели могут ознакомиться с всеми основными произведениями на протяжении всей жизни, всеми экспедициями Василия Пескова, которые он совершил. Количество комплектов ограничено. Книга эта будет стоить у нас в редакции по подписке 199 рублей за том. Это коллекция для ценителей, это коллекция для гурманов, это коллекция для тех, кто хочет привить любовь к родной природе своим детям. Помимо этой книги у нас еще и одна очень интересная коллекция, также для гурманов. Это коллекция «Великие архитекторы». Эта книга будет продаваться во всех киосках Роспечати. И также, как по традиции, можно подписаться в редакции «Комсомольской правды». В киосках Роспечати эта книга будет стоить 219 рублей, а в редакции «Комсомолки» можно будет подписаться за 179 рублей за том. И я сам по себе был очень рад, что появилась вот такая коллекция, которая позволит людям, которые искренне интересуются архитектурой, в одном альбоме запечатлеть творчество одного конкретного архитектора, не разыскивая его по городам и весям, не накапливая себе фотоархив и не разбираясь, чей же дом я только что сфотографировал. Замечательные архитекторы и наши, как, например, Казаков. Ну, чего ж тут греха таить и Растрелли. Фактически-то наш архитектор. Здесь произведения его гения, они в нашей стране в первую очередь базируются. И также есть архитекторы античные времен, Брунеллески, например, великолепный мастер, человек, построивший Флоренцию. И такие, как бы, экзотичные архитекторы, как Хундрот Вассерт, который построил Вену, можно сказать, является его, визитной карточкой этого города. Поэтому, конечно, есть и Гауди Антонио, без него никак это невозможно представить. Вот, поэтому я думаю, такая коллекция будет просто украшением для любой библиотеки. Вот, и кроме того, я думаю, что вот именно эта коллекция позволит людям очень точно наметить маршруты своих путешествий и поездок. Потому что во всем обилии архитектурных шедевров того или иного мастера, каждый человек выберет вот именно те объекты, которые бы он захотел увидеть лично. Также 25 августа выходит коллекция «История России в романах». Вот, это уже, как бы, такие книги более скромные, где весь акцент на внутреннее содержание, на творчество людей, на непосредственно силу печатного слова. Вот, это известные наши популяризаторы истории, которые в исторических романах описывали разные эпизоды длинного исторического пути России. Вот, эти романы объединены также в одну серию. Вот, их можно приобретать как в розницу, так и по подписке. По подписке цена будет ниже 139 рублей, а в розницу 189. Это в киосках Роспечати также их можно будет приобрести. Вот, здесь, чем интересно, как бы, костяк и основной, так сказать, объем этих произведений составляют книги писателей дореволюционной России. То есть, это взгляд на нашу отечественную историю еще в до-советский период. Вот, поэтому, мне кажется, эта вот серия как раз этим и интересна. Кроме того, некоторые из авторов очень давно не переиздавались. Ну, по понятным причинам они не переиздавались в советский период, потому что там была несколько другая трактовка истории и расхождения во взглядах. Соответственно, вот сейчас они переизданы и также их произведения вошли в нашу коллекцию. Продолжая историческую тему, хочется отметить и книжную коллекцию полководцев, великие полководцы России. Она также выстроена в хронологическом порядке, так же, как и романы от самого древнего периода зарождения Руси и появления христианства и до уже 20 века. Соответственно, здесь есть замечательная возможность ознакомиться с их вкладом, с их жизнью, вкладом в нашу государственность, в защиту нашей страны. Эта коллекция будет в первую очередь интересна подрастающим поколениям, потому что, если мы говорим о том, что наши бабушки и дедушки имеют замечательное образование, они хорошо знают историю, и, возможно, они только лишь получат удовольствие, читая эти книги, что-то они знают из этого, то для нашей молодежи им серьезно не хватает понимания того, кто были их великие предки, кто защищал эту страну. И особенно для мальчиков, я считаю, как бы, эта коллекция просто замечательная, потому что позволяет укреплять и дух защитника Родины. Книжную коллекцию полководца можно будет приобретать в киосках розпечати за 159 рублей, а подписаться в редакции «Комсомольской правды» за 119. Вот. Ну, и, наконец, еще одна коллекция. Мне кажется, она, несмотря на свое такое, как бы... Аскетичный вид? Аскетичный вид, да, простой, такой какой-то веселенький, такой несерьезный, имеет огромную-огромную важность. Эта коллекция называется «Золотая коллекция увлечений» для родителей и детей. Вот. Здесь как бы и свечи своими руками, как сделать дома, и открытки своими руками, и готовимся к Пасхе, и имитация под старину, что сейчас очень модно. Нет ни одного программы про какой-нибудь ремонт, про какие-нибудь какие-то вопросы. Да, обязательно под старину. Но мы это увидели. У нас, к сожалению, я недавно совершенно смотрел в библиотеке, в старой библиотеке родителей, и я увидел, открыл для себя книги, книги, которые родители покупали. Книга «Как воспитать ребенка», книги «Досуг с ребенком» и так далее. То есть, родители, мои родители, как выяснилось, специально, осмысленно приобретали книги, читали их, чтобы как-то организовать мой досуг, занять меня чем-то. Они это делали сами. Вот. Сейчас я вижу, что родители как бы не только не покупают эти книги, это очень маленький процент родителей, которые реально этим занимаются в целом. Вот. Ну и кроме того, они не сохранили от своих родителей уже те навыки, то, чем они занимались в детстве. Соответственно, они подходят к ребенку как к некому такому новому созданию, и очень трудно найти подход. А в какие игры мы будем играть? А что лично мы будем делать? Я-то вот как родитель ничего не умею делать. И чему же я научу тебя? В этой ситуации как бы вроде бы такой спасительный, таким спасительным вариантом стали центры развивающие, центры обучающие. Но как бы нельзя, чтобы ребенок воспитывался и развивался в отрыве от своей семьи. Посему эта книга будет замечательным, замечательным такой пособием для родителей, которые воспитывают ребенка, чтобы он много делал своими руками. Эту коллекцию можно будет купить за 89 рублей, за книгу в киосках распечатать и за 69 рублей подписаться у нас в редакции «Комсомольской правды». Николай, спасибо вам большое. Я думаю, что у вас впереди еще много интересных проектов. Вот это, конечно, все очень замечательно, очень интересно. Мало того, что интересно и полезно, еще и в руках приятно держать. Книгу всегда приятно держать в руках. Это была программа «Семь минут». Берегите себя и любите книги. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok